Барана, два, дать. У вас вообще ничего нет? И он говорит-то правду. Я скажу сейчас выражение, которое в православии посчитают кощунственным. А оно единственное верное. Бог милостивый. Бог все прощает. Бог милосердный. Эти слова все должны иметь объяснование. Правильно будет сказать так. Неправильно, а расширение. Бог никогда никому ничего не прощает за так. Вот надо у тебя, это первый шаг в рождении слышать. Никогда и никому. А почему? Потому что это Бог, его свойство такое. Он не может этого сделать. Ну взял бы Адам и просил, какой-то там плод съел-то. Так ведь нет, по сегодняшний день все умираем из-за того грехопадения. Так Адам-то сколько, может быть, покаяния принес? Ваня, выйди туда. Ничего не слышишь, да еще и утопаешь. Стой здесь. Слушай внимательно. Дайте ему там кружки, что там, возьми. Допей, доешь. Бог никогда никому ничего не прощает за так. За грех только смерть. Вот это только в христианстве есть. Все думают, можно как-то иступить. И поэтому извратили само покаяние и все остальное. Человек смертен и умирает за грехи. Не потому, что тело решает решание. Все это грех. Грех. Грех только смертью разрешается. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Как он берет? Идет на крест. Евангелие от Иоанна 1, 29. Вот это у православных вообще не понимают. Как не прощают? Да я к батюшке пойду, батюшка грехи снимет. Он с нее грехи снимет. Я батюшке грехи сдам. За год жив сырье. Шкуры бараньи добычинные. Что ты сдашь ему? Он сам в грехах сгнивает. Бог никогда никому ничего не прощает за так. Он не может простить. А возмездие за грех смерти. Все, вот это замкнутый цикл. И для этого Сын Божий сошел с неба и взял грехи мира. И мы не свои. Мы куплены, говорит, дорогою ценою. От апостола Павла говорит, дорогою. Жертва Иисуса Христа. И в первом послании Иоанна, 1 глава 7 стих написано. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Кровь Иисуса Христа. Ни баранов, ни милостыню, ни молитвы, ни посты. Кровь. И это говорится в причастии. В оставлении грехов и в жизнь вечную. Он взял мой грех. И поэтому осознай кто ты и как. Дорого нам он спасение купил. В Аптисо пьес такое песнопение. Взойдем на Голгофу, мой брат. Его православным надо всем заучить. Оно где-то около 9 куплетов. Медленно начинается. Можешь пропеть? Ну как же так? Ну примерно я скажу, я не приветствую. Невосуждение. Зайдем на Голгофу, мой брат. Там посланный Богом, мессия распят. О правде святой проповедовал он. Он больных исцелял. А теперь он казнен. Пойдем перед ним. Опять зайдем на Голгофу, мой брат. Он страждет и с жаром ланит и горят. Он жаждет. И уксус тому подают, Его доживые для мира текут. Пойдем перед ним. Взойдем на Голгофу, мой брат. Вот снова он к небу подъемлет свой взгляд. Отец мой, прости, не знаешь, творят. Говорит, пойдем перед ним. И опять снова запев такой. Взойдем на Голгофу, мой брат. И это многократно повторяется. И показывает, кто он такой. Что он сделал. Пойдем перед ним. Еще есть один такой. На Голгофу, на распятие, Иисус идет. Струи крови по дороге Израны льет. Это мой пришел спаситель Божий Сын. Я к ногам Его пронзенным, С раскаянием иду. Грех мой кровью причистой смыть, молю. Да, смыть, молю. Но нет этого. Не понимают этого. Приходят, а я службу отстоял. Да столбы дольше тебя стоят там, Поставленные среди храма. Не отстоял, а я был со Христом. Я был с Богом моим любимым и любящим. С Отцом моим небесным. Я что-то не вижу. Виктор Николаевич, ты где он? На гитаре играет, что ли? На гитаре играет. Что? На гитаре играет. Он это лучше бы рассказал. Потому что можно спеть, Гитара есть и все. Значит, первый шаг рождения свыше Признание себя грешником. Ну, я грешник. Ты не просто грешник. Ты должен признать себя погибшим грешником. Погибшим окончательно, Бесповоротно, безнадежно. Забудь обо всем на свете. Забудь о милосердии Божьем. Ты даже не знаешь и не поминай его. Я погиб и погиб окончательно. Кто это говорит? Пимень Великий говорит. Если ты этого не осознал, Игнатий Беречаинов, Говорит, начни сначала. Поверни туда оглобли, Откуда ты начал веровать? Я погиб и погиб окончательно. Надежды никакой нету. Возмездие за грех смерть. За один грех. За поворот головы. А я сколько всего сделал. В мыслях, словах, делах. Утонул в грехах. И тогда дается надежда. Этот грех. За грех этот ответит Сын Божий. В отплатившийся от Преснодевы Марии. Возьмет грех и понесет его на Голгофу. И правда Божия будет удовлетворена. Образно сказать, с неба издевается гнев, А мы под распятые руки Христа Встали и скрылись от гнева. Вот как можно понять. И сегодня образно картина. Если мы встали перед Христом, То мы должны сказать, я погиб. Но я верю во Христа. Я верю, что Он зашел на крест ради меня. Он умер за меня. И кровь свою пролил. Страданием на кресте меня Он искупил. Именно меня искупил. Златоуз говорит, научитесь присваивать. Не просто Он умер за весь народ, А умер за меня. За меня Его обичевали. За мои грехи Его терзали. За мои грехи Его пробивали руки и ноги, Копьем прободенное в бедро. Ревры напоминают об этом. За меня терновый венец. И припоминай за каждым словом, Что мы делали. Как дорого нам Он спасение купил. И поэтому служить Ему можно И ко всем умам, всем сердцем, всей душой. Он все отдал для нас. Ты, если это понял, Принеси покаяние. И скажи Ему, я принимаю тебя как спасителя, Моего личного спасителя. Моего любимого Бога Христа, Который умер за меня. Который взял мой грех. Возлюбил меня до смерти. Написано из смерти крестной. И он говорит у пророка Иеремии, Любовью вечной я возлюбил тебя. И третий этап, последний, заповедь Божия. Омытие при полном погружении. У меня новый материал появился. Мы его как-то насчитаем. О необходимости полного погружения. Никто из апостолов даже намека не делает На обливательных, как сегодня ладошкой. Нет этого нигде. Святые отцы об этом не говорят. Нет этого. Все это выдумка. Да, были люди, с которыми спорили. Были клиники, который там упал где-то. Его нельзя пошевелить. У него кости разбиты. Все. Он не может ничего делать. И тогда решили там снять с него рубашку как-то И облить его водой. Но это разве часто случается? Да и тогда такие, как парализованный Сергей Козлов. И тот, и тот просит, чтобы полностью погрузили. Кирюша, выйди сюда. Тебе ничего этого не надо. Он туда позади его встань. Мы сейчас видим, как братья готовят пирс. И установили там крест уже. Прямо над водами. Когда пойдете, увидите. Такого у нас еще не было. Такой же большой крест установили в огородчике, когда уходят. У нас везде напоминание о любви Божией. Нет больше любви, как кто душу отдаст за ближнего. Христос отдал душу за нас. Высшая любовь проявлена была на Голгофском кресте. И вот для этого мы собрались. И к этому торжественному дню мы готовимся. Как новые люди будут членами церкви. Все должно быть направлено к этому. Если ты умеешь хорошо рисовать, хорошо работать, но в этом нет Христа, это все напрасно. Хорошо ты поешь, хорошо музыкально играешь, но в этом нет Христа. Никаким образом. Все это напрасно потеряное время. Поэтому старое и новое. Какие у тебя есть таланты, поскорее обрати в одно русло. Книжник, наученный Царству Небесному, выносит и старое, и новое из сокровищ. Какие у тебя были таланты? Определи. И скажи, Господи, а как я могу тебе послужить? Чем я могу? Ну вот мы знаем, обратился человек-богачок Юрий. Заслуженный артист СССР. Чего-то стоило. Певец, пьяница, запившийся, потерявший все. И к нему подошли не православные, а подошли баптисты. И он покаялся, обратился и стал новым человеком. И по всему миру едет, как Клименко Виктор, и поешь. И тот казах. Казахи, это же православные. А тот баптист. Нонсенс. Почему? Потому что они работают, подходят людям, говорят. Говорят о Христе. А где православные? Это вот люди, которые приезжают у нас, ну это капелька какая-то. Так это в каждом месте могло. У нас многие пришли, которые мы их никогда не увидим. За зиму у меня несколько пресвитеров, сектантов пришли. Из сектантов. Я, говорит, 10 лет у них был пресвитером. Все оставил, пришел в православие. Я понял, это сектор. Где спасения мне, надежды никакой нет. Там нет священства. Там нет причастия. И он это будущее. В сектантов он это понял. Бог ему открыл. Он купил у меня все до одной книги. Видите, как Бог делает. Все поели? Это вам другая пища была. Так, побыстрее, побыстрее. Хорошо совершайте пресвитерное знамение правильное. Мы перед Богом великим и дивным стоим. Благодарим тебя, Христе Божий наш. Яко насытилась и над земных твоих благ. Не лиши нас и небесного твоего царствия. Но яко посреди учеников твоих пришелось и спаси мир. Да я им. Приди к нам и спаси нас. Аминь. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе. Слава тебе, единосущная Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Благослови, Господи, приезжающих и отъезжающих и болящих, на одре болезни лежащих, утеших Твоим присутствием. Благослови и место сие. Слава тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. А ну-ка еще раз, давайте перекрестимся, я посмотрю так. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Ну что интересно, я не сужу, просто говорю, патриарх крестится, он вот так крестится, вот так вот. Что это за мать? Что это, у него рука больная или что? Я не сужу, но просто это пример-то слишком большой. Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации. Кто его учил? Ну не патриарх. А сейчас, гляжу, и он начинает как патриарх почти. Вот недавно там какие-то торжества были, там возлагали венки где-то, он подошел, кажется, два или три раза Путин перекрестился. Ну, хоронили. Умер важный человек, знаете, недавно совсем. Примаков. Какого звать-то, кажется, Евгений Максимович. Примаков. Правильно сказал? Вот. Ну, там собралась вся еврейская верхушка, видимо, еврей был. Как его фамилия? Примаков. Примаков. Был премьер-министром, министром. Но теперь ничего нет, на подушечке генералы несут его ордена. И когда стали землю кидать, ну, по-разному, там такая, как трубочка, как ложка, ну, и такие сосуды стоят, песок, и кидают. И все так же делают. Ну, вот один подошел, а Путин, кажется, три раза кинул, что ли, сейчас не знаю, как-то. И следом, который идут, все стали по три раза в могилу, когда опустили на гроб, откуда этот такой ритуал есть. И как он подошел, перекрестился в одном месте, подошел в другом месте перекрестился, а там не крестились. И теперь эти, которые идут, и все крестятся. Но Иосиф Кобзон прошел, не перекрестился. Видел? Он правой рукой бросил, может быть, из-за того, что надо было левое бросить, а правое перекреститься, не знаю. Ну, все евреи там были, вся верхушка была. Но только надо было молиться, чтобы они познали Христа. Но многие крестились, видимо, православные, потому что евреев, как Александр Мень, много православных, я знаю лично. Вот у меня еврей Наум Израилевич. Видели беседы наши какие с ним. Так, мы сейчас поблагодарим павров накрывающих. На пирс шагом марш, а с остальными мы разберемся. Спаси Христово! Павровы накрывающих. Благодарим. Что вы делаете? Читаю. Всех только отпускать. По-анному не отпускать. Уговаривай всех. Когда все согласятся, у нас порошка назад. Попробуй трогать.